Привет, YouTube! Сегодня у нас Benchman Collector Skinner, маленький фикс на резе каната. Такой нож, реально мелкий, очень. Честно говоря, я не рассчитываю тут на вообще какой-либо результат, по двум причинам, по трём. Ну, заводская заточка, в принципе, есть, но не сказать, что она хорошего качества. Это первая причина. Вторая причина, нож мелкий, реально. А третья причина, традиционно для Benchman, где-то примерно 42-44 градуса. Что, опять же, ни разу не канатный угол. Ну, давайте попробуем, посмотрим. Раз, два. Ну и вы ещё размер учитываете, да? То есть, ему тяжело так пройти. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Два срезов. На самом деле, вы, наверное, задаете себе меня вопрос, а что ты вообще делаешь здесь? Ну, ты же ерундой занимаешься, как бы, очевидно. А, ну, просто, чтобы было понятно, да? То есть, вот канат, а вот нож. Да, то есть... На самом деле, основная идея, которую я хотел вынести из этого теста для себя лично, и хотел понять, насколько такой мелкатурный ножик вообще способен к более-менее силовому резу, тяжёлому резу. То есть, то, что я называю тяжёлой работой ножом. Ну, пока, на самом деле, всё идёт достаточно неплохо. А, ну, тут надо отдавать отчёт, что угол совсем не канатный, заточка так себе, но он идёт. И это радует. Ножик хоть и мелкий, но работает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, сразу скажу, что шедевр в эргономике я его не назову всё-таки. Я уже давно заметил, что в ноже сама длина режущей кромки не является превалирующим фактором. А вот то, что мизинец проваливается, то есть он у меня просто выключается, вот так проваливается сюда, и всё. Вот это сильно напрягает при резе. Ему бы всё-таки размерчик побольше, мне кажется. На мой взгляд, ну, буквально сантиметр в рукояти и полсантиметра в клинке, был бы самый самолёт среди маленьких ножек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, вместе с тем, сорок резов мы уже прошли, и прошли, как мы могли заметить. Ну, это не пушка, но что-то подобное. Конечно, без перчатки вот это всё драконий горб, он доставит достаточно много приятных ощущений. Ну, на самом деле, насечка только выглядит очень агрессивно, и она есть, но она приемлемая, скажем так. Ну, на мой взгляд, в его реальной как бы нише, он же Skinner всё-таки, вполне себе множество. И, как показывает практика, 44, ну, скажем так, были ножи с куда более, скажем так, приемлемыми габаритами и характеристиками для каната, которые резали хуже. Раз, два, три, четыре, пять, пять, надо заканчивать, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тяжело идёт, очень тяжело идёт. Я думаю, заточка там ещё осталась, но всё-таки угол и размеры ножа не позволяют нормально, адекватно работать, скажем так. Сейчас посмотрим, что осталось от заточки. Тем не менее, он отрезан 50 раз для таких габаритов, для такого изначального угла и качественного доточки. Я считаю, это вполне приемлемый результат. Не знаю, на что я прошу, как бы, в который раз уже обращаю на это внимание, по крайней мере, при собственной работе. Длина клинка, она, конечно, важная характеристика, но надо понимать, что вы ножом будете делать. То есть, на какой-то мелкий нож, шейник, вот, как нынче любят говорить, популярная тенденция шейников, да. Ну, смотрите, с заточкой всё осталось более-менее нормально, нет. Осталось там, где он не работал. А здесь вот, здесь чётко есть место, сейчас его поймаю, вот оно. Где он очень-очень-очень-очень с треском проходит. Вот, вот оно. На мой взгляд, ножи вот с такой длиной клинка, если мы берём не просто не шейник, а именно нож, да, с позиции там. То есть, не скиннер, а именно шейник, какой-то нож запасной, какой угодно. С такой длиной клинка вполне себе жизнеспособная, но вот с такой длиной рукояти большой вопрос. На мой взгляд, всё-таки рукоятка должна быть побольше. Потому что вот при таком резе, я говорю, мизинец проваливается моментально, происходит вот такая ситуация. И в этот момент, ну, скажем так, есть разница между ударом корпусом и между ударом рукой. Здесь то же самое. Нормальной работы в любом случае не получится. А так, ножик вполне порадовал. Спасибо за просмотр. Бай-бай. Пока.